Всем привет! Сегодня у нас такое психологическое видео. Сегодня у нас будет разбор сказки «Русалочка». Сразу скажу, что это сокращенный вариант сценария, без огромных диалогов. Книжка-панорамка такая простая для ребенка. Почему? Потому что так будет гораздо быстрее, чтобы мы не выходили за временные рамки. Сейчас расскажу, буду читать вам по страничке. Здесь такая сжатый пересказ, можно так назвать. Но общие тезисы событий, которые происходили, чайные заботы героев этой сказки здесь указаны. Плюс еще красивые картинки здесь есть. У меня были несколько запросов именно на «Русалочку», девушки, которые именно любят эту сказку. Я здесь буду акцентировать, останавливаться какие-то внимания на какие-то моменты психологических героев, немножко их объяснять, говорить, к чему это может приводить, что это, как влияет на характер человека, на формирование его личности и такое. В общем, вы себя где-то в героях можете узнать, как-то к себе это отнести, или почувствовать себя героиней сказки «Русалочка». Для чего я это видео снимаю? Я не претендую на звание истины в последней инстанции, или я не претендую на какие-то перемены в вашей жизни, или супер, я какая-то умная, что-то вам учу, рассказываю. Ни в коем случае. Я просто использую свои знания для того, чтобы, скажем так, переработать информацию более доступно. И вы, как родители, например, уже, или как просто, кто это, прошел время сказок, понимали, какие сказки вы читаете ребенку, и какое здесь научение, смысл и контекст идет более глубокий в сказке. То есть не все, ну, наша особенно классика какая-то мировая, и русская в том числе, русские сказки, это вообще трешак. Я читаю, порой глаза на лоб ребенку читаю, лезут, и, ну, некоторые сказки я бы вообще не рекомендовала детям вообще в раннем возрасте, когда называется сказка, да, вообще знакомиться с такой литературой надо попозже, когда психика и мозг ребенка к этой информации по возрасту готов. В общем, сегодня про русалочку. Итак, кратко я сразу говорю, буду останавливаться, кратко это содержание. Итак, в океане стоит коралловый дворец морского царя. Он давным-давно овдовел и жил там со своими шестью дочками. День-день с ко играли принцессы в огромных дворцовых залах и в большом саду, что окружал дворец. Но никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую русалочку, которой надо было дождаться 15-летия. И больше всего русалочка любила слушать рассказы своих сестер о людях, живущих наверху на земле. 15 лет – это критический такой возраст, это уже сформированный подросток. Возраст подростковый, он сойдет с 11, с 12, с 13 лет. В общем, индивидуально еще это ребенка, зависит от, где он живет, как и его социальное окружение и так далее. Но, в общем, здесь есть определенный ценз – 15 лет. Очень часто мы понимаем, что этот возраст и старше, она живет в атмосфере своей. У нее есть один мужчина – папа и сестры. Папа, заметьте, женщину никакую, там мачехи, у нее не присутствуют в сказке. Папа – это родитель, царь – бог у них. И царь, он, в принципе, в прямом смысле подводный царь. Вот тут у нее есть определенный сдерживающий фактор. Когда тебе станет 15 лет, ты сможешь пойти, назовем так, к людям, ты узнаешь. А сестры уже рассказывали о людях, живущих наверху, которых они увидели после 15 лет. Очень часто здесь можно это сформировать с какой-то сексуальной подоплекой. Типа, когда тебе станет можно, ты узнаешь, как живут другие люди, в прямом смысле здесь написано, что они делают. И у нее вот есть некое такое, знаете, преддыхание, предвкушение к этому процессу. Для нее это некий сакральный момент имеет, да, то есть, условно, некий запрещенный плод, который можно постичь. Надо только дождаться своего 15-летия, чтобы вот этот возрастной ценз упал. Читаем дальше. И вот наступило 15-летие, и русалочка поднялась на поверхность моря. Здесь очень можно, кстати, ассоциировать это с какими-то отношениями, первой любовью, всем вот этим вот первым в плане любви. Неподалеку стоял трехмачетовый корабль, и русалочка подплыла к окнам каюты и заглянула в них. Она увидела много людей, и среди них прекрасного принца с большими черными глазами. Люди танцевали под музыку, и русалочка глаз не могла оторвать от корабля, от красавца принца. Вот, новое условие, она дождалась принца, влюбилась, визуал весь его считала. То есть, условно, она выделила какого-то парня симпатичного. Это вот ассоциация с первой любовью, вот тебе 15 лет и так далее, вот этот весь настрой. Вдруг началась страшная буря. Русалочку буря только забавляла, а толстые доски корабля разлетались в щепки, и он стал тонуть. Волны подхватили принца, но тут русалочка вспомнила, что люди не могут же жить в воде, и спасла принца. Вот у нас, пожалуйста, спасительница уже есть, которая ради первого, ну, как я скажу, да, акта какого-то поцелуя любви, первой любви, она уже спасает кого-то. Она уже что этим самым поднимает свою самооценку, если мы берем просто так психологию. Да зачем люди спасают, спасатели? На самом деле, чтобы чувствовать себя хорошо в первую очередь. В общем, короче говоря, спасла она его. Русалочка оставила принца на берегу и часто припрылывала посмотреть, как молодой принц катается с музыкантами на нарядной лодке. Русалочка полюбила принца, но она не могла оказаться с ним рядом, ведь вместо него у нее хвост. Я какая-то не такая, у меня хвост, а не ноги, я недостойна. Это занижение самооценки, да, у нас тут читается открыто. Плохая, неподходящая, я его люблю. Короче, вот эта история, это чистая невротическая история. То есть не можем быть вместе, там условно недостойно или еще что-то. У меня нет ног, у меня хвост, я не подхожу, это травма. Но я продолжаю любить, страдать, подплывать и себя мучить, издеваться. Вот мы формируем такую большую больную любовь и зависимость. Она знала, что в океанических глубинах живет старая ведьма, наверное, она сможет ей помочь. И русалочка отправилась к ней и попросила сделать так, чтобы исчез хвост, и она стала обычной девушкой. Да, то есть что девочка идет? Она идет, скажите, как есть, делать, ну не знаю, окей, травмировать себя каким-то образом, да, исцелить себя, выпить яду, отрезать себе хвост, вырастут ноги, неважно что, причинить себе какую-то боль, страдания, да, чтобы условно закрыть свой интерес. Вот Гештайз закончит с этим парнем и быть со своим любимым. Замечаем, парень не в курсе, что его там любят, он не знает, как его там спасли. Ну, это в этой интерпретации мы в саму суть не вдаемся, окей, я по вот этой книжке сажу. Он ничего не предпринимает, его там любят, вздыхают, и там себе еще ноги, их хвосты отрезают. В общем, максимальное страдание идут у нас. Старая ведьма выполнила ее просьбу, но за это она попросила цену голос русалочки. Здесь она, что хочешь любить, страдать, отдавай цену, мучайся, делай больно, вот и голос можешь свой отдать. Теперь русалочка сможет ходить, как все люди, но не сможет говорить. Здесь мы ребеночку своем в голову вкладываем, что для того, чтобы быть счастливым, приобрести что-то, надо обязательно постараться потерять, пострадать, чтобы тебе было больно, лишиться чего-то, а потом ты можешь условно наслаждаться тем, что у тебя есть, условно получить что-то хорошее. Нет, черт побери. Можно быть счастливым, не страдая, не издеваясь, ноги от себя отрезать, для этого счастья не нужно. Мы настраиваем ребенка на слушай себя, не запрещай себя чувствовать, делай то, что ты хочешь, будь в себе уверен, ты примешь правильное решение. Да, бывают ошибки, но ничего страшного, ты встанешь и пойдешь дальше. А здесь у нас надо пострадать, отрезать себе какую-то конечность или потерять язык, голос или еще что-то, тогда тебе будет счастье. Чистая жертва. Русалочка согласилась и ведьма дала ей напиток, который она должна будет выпить, добравшисься до земли. Так русалочка и сделала. Какие картинки красивые. Очнулась она на той отмели, где когда-то оставила принца, и русалочка открыла глаза, а перед ней стоял красавец принца, смотрел на нее. Принц спросил, кто она такая, как она сюда попала. Вот видим, парень первый раз с ней знакомится, вообще не урывается, кто это, что это. Да, его значимость в ее, ее значимость в его жизни ноль. Он с ней только знакомится, а она уже, девочки, обращаемся, девочки эту книжку любят. Она уже себе, блин, голос потеряла, ноги заимела, страдала там плавно, ждала в 15 лет, когда ей разрешат с другими людьми общаться. Ну, не с русалкой, а с людьми, назовем честно, как если с парнями противоположного пола, ради него она уже, все, короче, готовая. Но русалочка только грустно улыбалась, пряча свое ногой и тело под длинными русалочными волосами. Девочка пристает ногой, длинными волосами прикрывается вместо одежды, то есть максимально открытая и небезопасная ситуация здесь у нас идет перед человеком, которого ты любишь. То есть условно сделай мне больно, очень легко, никакой защиты брони у меня нет. И еще она вот улыбается, прячет свое лицо, нет у нее языка, да, что она не может? Она не может говорить нет, она не может вообще общаться. То есть какая она, как у нас очень часто учат или учили наше старшее поколение женщин, быть покорной, не открывать рот, не высовываться, муж всегда прав, молчи, будь умнее, мудрее. С такими красивыми умные, мудрые словами на самом деле маскировали некую покорность, где-то даже глупость и закрывать желание, подавлять свои желания, свои эмоции и так далее. Это равно не быть счастливым абсолютно, если все это делать. Принц отвел русалочку во дворец, где ее разодели шелка и муслина, и она стала первой красавицей при дворе. Мы встретили принца, не открываем лишний раз рот, пострадали ради него, рот не открываем. Взамен мы получаем шелка, дворец, и я первая красавица во дворце. Меня выбрали из всех, девочки, это тоже очень любят, принц мой у меня есть. Далее. Прошло время и стали поговаривать, что родители принца хотят его женить на прелестной дочери соседского короля. Опа! Приказали снарядить корабль, и принц со свитой отправился в путь, взяв с собой и русалочку. Вы вообще слышите, да, это? То, что я читаю. Человек, которого ты принц ждала, любила, молчала, помалкивала, берет тебя с собой, страдаешь, обращает, назовем так, ну, если утрировать внимание на другую женщину, и ты покорно, не открывая рот, что же говорит, да не уможешь, да, следуешь за ним, когда его будут женить на другой. Будет другой выбор, условно, тебе понижают твою самооценку, выбирают другую женщину. И так очень часто девочки у нас попадают в заложенную ситуацию, но это их выбор, когда они любовницы, сопутствующие, выбирают других или с ним как-то плохо относятся. Окей. Однажды ночью сплыли из воды сестры русалочки, она жестами им объяснила, что ей нужна их помощь. Девочка не сама русалочка, там, не знаю, бежит от него, идет к своим, сбегает, не едет с ним или сопротивляется. Она просит помощи у других, у своих подруг, сестер и так далее. Еще часто, да, вспоминаем девочки, как мы обращаемся за помощью, за советами подружкам, когда мы уже в каких-то нездоровых совсем отношениях, где нас прибирают или отношения невротические, больные, причиняющие боли и так далее. Сестры все поняли и отправились к ведьме, и та сказала, что вернет русалочке голос, но за это они должны отдать ей свои великолепные русалочьи волосы. И сестры согласились и остригли свои длинные локоны. Жертву у нас идет, кто ее спасает? Сестренки не одна, а несколько, шесть там вроде, да, русалочек было, других еще. Тут уже на картинке они с короткими прическами, с короткими стрижками, видите? Ради нее она жертву делала, когда за парнем своим ухаживала, страдала и прочее, языка лишилась. А потом ее жертвенность поддерживают, ее родственницы, ее сестренки, которые ради нее, почему-то, блин, свои волосы отстригают, ради нее что-то делают, чтобы ей было хорошо. Да, окей, нас очень многих так воспитывают, вы не задумываясь о том, что сам человек решает, что в его жизни происходит. И она должна была решать вопрос со своим парнем, принцем, почему они ее спасали. Он уехал к другой девочке свататься, к какой-то дочке другого короля, назовем так, соседского. Она не решает свои проблемы, она ждет, когда за нее их решат. Парень, принц ее оденет с ног до головы для него, для этого она пострадала. Подружки и сестренки ее волосы обстригут, чтобы у нее там что-то... Сейчас будем дальше читать, что-то дальше наступило. Наступило утро, и принц печально сказал русалочке, что не может ослушаться своих родителей, хотя любит только одну девушку, которую видел однажды. То есть она разодетая, принцесса первая при дворе, типа подружка его, френдзона, да? Но любит он в душе русалочку, которую когда-то там спасла, он не знает даже, что это она. Он ее так любит, что даже не видел, как она выглядит, да? И, ну, женится он вообще на другое. То есть он вообще безмолвный, говорит, что... делает то, что говорят родители. Замечательный мужик. Спасибо, что вывез Геленджик. В общем, он любит только одну девушку, ту, которая спасла его во время бури. И вдруг русалочка тихо запела печальную песню. Принц смотрел на нее, не отводя своих черных глаз. И он воскликнул. О, боже, это же ты! Ты спасла меня! И принц приказал возвращаться домой, ведь рядом с ним теперь его любимая. О, май гад! Конец сказки вот в этой интерпретации. Оф, я когда такое читаю, или такие сказки, когда анализирую, думаю, ну, жесть, ребят. Что мы здесь видим? Парень, ради которого она страдала, мучилась, оказался максимально бесхребетным. Максимально ее тоже не любил, а любил ту ее, которую он когда-то там во сне в своем, в буре. Она его спасла, ну, условно, как сон для него была. Какая-то такая, знаете, эфемерная, немножко нереальная. Он ее однажды видел, о, боже, а собирался вообще делать так, как говорят родители. То есть что она, когда у нее появился голос от ее сестер, она на него, прозрение на него приходит, он ее, назовем так, узнает и так далее. И что у нас происходит? Он тут, видите ли, стал настоящим мужиком, разворачивает корабль, на ней уедет с ней жениться, говорит, я теперь только с тобой буду. Я хочу отметить здесь немножко в этой сказке под конец, что она с ним была вот во дворце разодетая, безмолвная, без голоса. Он ее не любил. Он любил ту, которая его спасла из воды. Он не сопоставлял, что это два разных человека он думал, что это одна и та же девушка вместе, да. Он ее, типа, скажем так, он был слеп. И он с ней был, для чего он ее разодел тогда? Почему она была его подружкой просто там во дворце, да, френд-зона? Он ей не заинтересован. И вот этот весь путь, что она страдала, потеряла голос, появились ноги, и вообще там плавала к нему вначале, выглядывала на него, ждала там, когда там, продумывала план, как с него соединиться, все было зря. Он ее даже не отождествлял, где она там, что она, что это она вообще. И он даже не догадывался. И так, и русалочка потеряла свой голос, получила ноги и ушла из семьи своей ради мужика, который это даже не понял. Так вот, вывод напрашивается, девочки, зачем быть жертвой для кого-то, если кто-то это даже не оценит? Как вы поняли, я рассказала, немножко анализ этой сказки дала. Можете оставлять в комментариях под видео ваши запросы на другие какие-то разборы сказок, уже несколько есть на канале. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, пишите ваши комментарии вообще по этой рубрике, по этой сказке, что вам интересно. Есть какие-то другие сказки, которые вам нравятся, можем их тоже поразбирать в других видео. Если вам нужна моя консультация психолога, пишите, в инфобоксе есть моя почта, пишите на почту, тема письма консультации, я вам отвечу по условиям. Спасибо всем за внимание, всем пока!